Новое развитие получила история со сбором средств на лечение известной певицы Жанны Фриске, у которой был диагностирован рак. Деньги начали собирать в январе 2014 года по инициативе благотворительной организации Русфонд и Первого канала. К сожалению, спасти певицу не удалось. Она скончалась минувшим летом. Оставшиеся на счету средства по закону перешли к ее родственникам. И вот теперь, когда Русфонд обратился к ним с просьбой отчитаться о возможных расходах, ответа не последовало. Согласно российскому законодательству, благотворители обратились в правоохранительные органы. Мы обязаны отчитываться перед государством, перед налоговой инспекцией, перед министерством юстиции. Мы это делаем каждый год. А эти деньги зависли, и мы не знаем, что с ними. Зависли на счете Жанны 20,8 миллиона рублей. Вот о них и разговор. Мы трижды напоминали наследникам о необходимости отчитаться. В результате отчетов мы не получили. В результате мы обратились в следственный комитет с просьбой разобраться. Отец Жанна, да, вот, он сказал, что он ничего не получал. Я ему лично сказал, мы же вам все отправляли. Он кивнул голову. Теперь он говорит, что ничего нет. Ну, извините, еще раз, да, я не знаю, где эти деньги. Это не наше дело. Наше дело требовать исполнения воли телезрителей Первого канала. Что мы и делаем. Так раз они оказались у нас на счету. Свою проверку уже начала прокуратура. Как заявил адвокат родственников Жанны Фриске, они также проводят собственное независимое расследование. Редактор субтитров А.Семкин